Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в нашей студии Медпоинт. Сегодня опять говорим о новостях медицины с профессором Ткачёвой и вместе с Ксенией Алексеевной и Руслановой, нашим руководителем лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского гранатологического научно-клинического центра. И сегодня мы говорим о новостях гириатрии. И давайте сразу же перейдём к новостям. Первая новость – это вакцинация против респираторно-сенситиального вируса. Во-первых, давайте с вами вспомним, что такое респираторно-сенситиальный вирус. Это вирус, который встречается и у детей, и вызывает у них пневмонии. Он встречается и у взрослых, и тоже может вызывать пневмонии, и особенно опасны они у пожилых. И обратите внимание, что мы привыкли с вами говорить о пневмонии при коронавирусной инфекции, но при других вирусных заболеваниях пневмонии могут быть не менее тяжёлыми, и особенно для пациентов ослабленных, и могут приводить к многочисленным осложнениям, и к ускорению процессов старения, и к снижению функциональности, и к прогрессированию синдрома старческой остынии, синдрома саркопении. И поэтому это очень важно осуществлять вакцинацию у пожилых людей против различных вирусных инфекций. И вот такая вакцина против этого вируса, которая встречается очень часто, это совсем не редкость, она была представлена, была изучена именно у пожилых в возрасте старше 60 лет. И, насколько я понимаю, такие вакцины представили и компания Pfizer, и компания Moderna. Здесь мы видим результат исследований с вакциной компании Pfizer, и, конечно, большие надежды на неё возлагались. И результат, получили ли тот результат, который ожидали, Ксения Алексеевна? Да, очень крупное исследование, 34 тысячи участников, 17 тысяч группы контроля, 17 тысяч группы активной вакцины. И было показано, что вакцина достаточно эффективная по снижению частоты и развития остроэспираторно-вирусной инфекции, вызванная респираторным синтетия вирусом, и тяжёлыми течениями с развитием пневмонии или тяжёлых заболеваний бронхолёгочной системы с последующим присоединением уже и бактериальных инфекций. Поэтому вакцина была, помимо этого, она достаточно безопасная. Риск развития осложнений был крайне низок, практически сопоставим с плацебо. Чуть чаще встречались местные реакции на введения, но которые тоже не превышали допустимые для вакцин проценты. Поэтому сейчас уже FDA написала, что пакет документов на принятие и легализацию вакцин в США получены, скорее всего, до конца 2023 года, в том числе и представленная здесь вакцина, получит разрешение на применение уже в клинической практике. Ну и, коллеги, наверное, надо ждать изменения календаря профилактических прививок в будущем, потому что, да, мы знаем, что должна быть вакцинация против коронавирусной инфекции, должна быть вакцинация против гриппа, должна быть вакцинация против пневмокока. Всё это очень тяжёлые инфекции, когда мы говорим о пожилых людях. И вот появляется ещё одна возможность, потому что мы прекрасно знаем, что кроме этих инфекций есть и другие вирусные инфекции, которые протекают достаточно тяжело. И у нас просто расширяется спектр возможностей и спектр методов защиты от инфекций. Поэтому мне кажется, это очень важный тренд, потому что таких исследований становится всё больше. Конечно, пандемия подтолкнула такие исследования. Я думаю, что мы будем видеть их всё больше и больше. Следующая публикация появилась буквально в апреле 2023 года. Это публикация касается комбинированной терапии, дислепидемии у пациентов пожилого возраста. Вообще, вот мы с Ксенией Алексеевной уже неоднократно здесь, в студии обсуждали проблему назначения статинов у людей пожилого возраста, особенно у людей старше 75 лет, и особенно для первичной профилактики. И там действительно много вопросов, но сегодня, наверное, мы не будем с вами обсуждать эту тему, а сегодня мы скорее обсудим ту тему, что действительно у пациентов высокого риска, у пациентов с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями мы должны назначать агрессивную терапию статинами, большими дозами статинов. И все эксперты на этом настаивают. Речь идет о розовой статине 40, о торовой статине 80. И для пациентов высокого, экстремально высокого риска о других вообще дозах не говорится. Но когда мы говорим о пожилых людях, мы прекрасно понимаем, что риски побочных эффектов намного выше. И не всегда, несмотря на то, что статины, все-таки это довольно безопасные препараты, несмотря на множество опасений. Но все-таки у пожилых не всегда нам удается добиться вот этих больших доз без побочных эффектов. Поэтому сегодня мы, в общем, это и ожидали. Сегодня есть целый ряд исследований, которые показывают, что вот как раз для пожилых стратегия выбора с самого начала может быть статины в средних дозировках и изотимиб. Вот расскажите немножко об этом исследовании, Ксения Алексеевна, подтвердила ли оно то, что эта стратегия более безопасна? Да. И столь же эффективна, да? И столь же эффективна. Это исследование RACING, Randomized Compression of Efficacy and Safety of Lapid Loaring Therapy with Statin Monotherapy versus Statin-Ezotimib Combination for High-Risk Cardiovascular Disease. То есть по-русски сравнивали монотерапию статинами с комбинированной терапией статинами с изотимибом пациентов с высоким риском. Всего в исследование было включено практически 4000 пациентов, из них 600 пациентов были старше 75 лет. Очень часто, работая с пациентами, принимающими терапию статинами, они отказываются от ее приема в связи с побочными эффектами, в первую очередь мышечными болями. Мы не будем говорить о том, как часто статины сами отвечают за мышечные боли, но мы сталкиваемся с тем, что пациент не будет принимать этот лекарственный препарат. И здесь была выбрана тактика, назначаются терапии так называемой в средней интенсивности, это аторвостатин, начиная с 10 до 40, и аторвостатин от 10 до 20 мг, плюс сразу назначался изотимиб. Во-первых, было показано, что достижение целевых цифр было сопоставимо в обеих тактиках, когда пациенту выбиралась и агрессивная тактика в полных дозах или в умеренных с изотимибом. Точно так же были показаны влияния на конечные точки. Но что было еще показано? Количество пациентов, которые отказывались от приема статинов, было ниже в группе, когда они шли на умеренных дозах с изотимибом. 2,3% против 7,2%, когда изначально назначались высокие дозы. А все мы знаем, что препараты действуют, когда пациент их пьет. Поэтому если у нас есть возможность нивелировать и убедить пациента, что терапия безопасна и эффективна в более малых дозах, с применением изотимиба, это, конечно, достижение. И мы понимаем, что мы снижаем сердечно-сосудистые события. Как сказал Бронвальд еще в 90-е годы, статины – это современный скальпель. Мы уберегаем наших пациентов от аортокоронарного шунтирования. Да, это очень хорошее завершение обсуждения этой статьи. Итак, у нас есть такая же эффективная стратегия, как высокие дозы статинов, но намного более безопасная, лучше переносимая, а значит, более реалистичная. Переходим к следующему исследованию. Это вообще очень интересное исследование. оно выходит за пределы, может быть, наших профессиональных интересов, Ксении Алексеевны, потому что мы не хирурги, но очень интересно, что сейчас этот вопрос обсуждают все. Это консервативное ли, либо оперативное лечение острого аппендицита. И некоторое время назад появились данные о том, что у молодых, по крайней мере, людей, можно лечить аппендицит консервативно, используя антибактериальную терапию. И, насколько я знаю, это такая современная стратегия, которая абсолютно конкурентно способна у молодых людей. Но вот что касается пожилых, вот исследование, которое сравнило консервативное и оперативное лечение острого аппендицита у пожилых. И вот здесь как раз очень интересно, что же получилось, Ксения Алексеевна. Да, ну, фактически год назад, как уже сказала Ольга Николаевна, мир взорвала новость о том, что аппендицит мы можем лечить антибиотиками, не требуется хирургического лечения. В данной группе было показано, у лиц старше 65 лет, это национальная база данных Соединенных Штатов Америки, общая мощность которого более 700 тысяч пациентов, было показано, что в группе старше 65 лет при антибиотикотерапии у нас уменьшается риск возможных осложнений у пациентов, но увеличивается риск смерти, когда мы выбираем это, 3,7% против 1,8%. И у нас увеличивается длительность нахождения в стационаре у этих пациентов, а мы знаем, что у пациентов пожилого возраста экстренные госпитализации с длительным нахождением в стационаре – это дополнительные факторы риска развития и ухудшения гератрических статусов и, в первую очередь, когнитивных функций. И это увеличивает стоимость лечения данных пациентов, потому что чем дольше пациент находится в стационаре, тем больше больница тратит на его лечение деньги. Поэтому вывод такой, что, опять же, у пожилых пациентов, скорее всего, лучше провести оперативное лечение хирургическое для минимизации рисков и времени нахождения пациента в стационаре. Но, опять же, скорее всего, это будет выбираться индивидуальный подход, потому что по последним публикациям, насколько я знаю, даже у молодых пациентов сейчас прописываются тактики, вот эти алгоритмы принятия решения, в каких случаях мы идём на антибиотикотерапию, в каких случаях мы идём на оперативное лечение, скорее всего, и у пожилых пациентов будут отбираться группы, которые будут на хирургическое лечение или на консервативное лечение. Ну, в общем, ещё раз хочу сказать, что мы не хирурги, мы просто показываем эту публикацию, чтобы действительно показать пример различия в стратегии у молодых и у пожилых. И та стратегия, которая у молодых срабатывает, у пожилых она не срабатывает. И, конечно, прежде всего, речь идёт даже не о затратах, а речь идёт о пользе для пациента, о действительно качестве его жизни, о возможных осложнениях. И здесь оперативное лечение, по-видимому, является стратегией выбора. Ну и переходим к теме, которая очень интересна. Это тема профилактики, тема поиска онкопроцессов, онконастороженности. Мы знаем с вами, что у нас есть инструмент в России, который называется диспансеризация. Я ещё раз хочу пригласить вас в поликлиники, потому что разработанная система диспансеризации сегодня, она уникальная. Она действительно основана на доказательной медицине, причём дифференцирована для разных возрастов. И вот, собственно, речь идёт в данной публикации о колоноскопии для людей старше 75 лет. Насколько я знаю, вообще колоноскопия людям старше 75 лет не показана для профилактики, для скрининга онкологических заболеваний, поскольку не даёт особой пользы, и ожидаемая продолжительность жизни там не такова, и качество жизни, чтобы вмешиваясь в этот процесс, мы могли бы улучшить прогноз. Но, несмотря на это, и в разных странах, и в том числе и у нас, продолжается колоноскопия, использование колоноскопии для скрининга у людей очень продвинутого возраста. И вот данная публикация как раз говорит о том, приносит ли это пользу, нужно ли это делать. Расскажите, пожалуйста, Ксения Алексеевна, что показало это исследование. Да, это данные американских коллег. Было включено 7 тысяч пациентов старше 75 лет, и у них проводилась колоноскопия для скрининга рака толстого кишечника. Было выяснено, что чем старше становится пациент, тем выше риски осложнений, в том числе появляются риски госпитализации у этих пациентов после проведённой колоноскопии. То есть эта процедура как бы стопроцентно безопасна, небезопасна. Помимо этого, вероятность обнаружения онкологических процессов в этой группе низок. Это примерно был 0,2%. Было выявлено аденокарцинома всего у 15 человек из всей выборки. При этом, когда анализировались по американским рекомендациям, сейчас не рекомендована скрининговая колоноскопия у лиц старше 75 лет, у которых ожидаемая продолжительность жизни менее 10 лет. Выяснилось, что 30% в этой выборке было как раз из этой группы. И при этом, даже когда в этой группе находили онкологический процесс, только у одного из девяти было принималось решение о проведении активного лечения данной находки. То есть на прогноз, тактику ведения этих пациентов, практически в 90% случаев проведённая колоноскопия никак не влияла, но увеличивала риск того, что пациенту может потребоваться госпитализация. Кроме того, если даже продолжительность жизни была более 10 лет, то от 4 до 6%, только у 4 из 6 начиналось активное лечение, то есть чуть больше половины. Поэтому, опять же, это говорит о том, что когда мы что-то делаем, мы должны чётко отдавать себе отчёт, что мы будем делать с этими результатами, и как бы проговаривать с пациентом изначально, что в случае находок пойдём ли мы дальше на лечение. Потому что если пациент изначально до проведения исследования говорит, что если даже мы что-то найдём, но это лечить не будем, смысл в проведении исследования, по моему мнению, близится к нулю. С другой стороны, Ксения Алексеевна, мы знаем, что у нас есть прекрасный опыт в России, причём который является уникальным, когда у пациентов старше 75 лет с колоректальным раком осуществляется оперативное вмешательство и с очень хорошим эффектом, с хорошими результатами. И у нас есть такое сейчас развивающееся направление, которое называется онкогериатрия, когда действительно взвешивается не просто здоровье, здоровье, состояние, не просто состояние объективного статуса, а именно вот отдалённый прогноз, гериатрический статус, качество жизни, возможные риски. И вот когда на основании этого баланса всё-таки принимают решение о лечении. И у нас в нескольких российских клиниках сейчас есть уникальный совершенно мировой опыт. Мы, кстати, его обсуждали в наших тоже новостях и на наших конгрессах. Но действительно здесь-то речь идёт о другом. Здесь идёт речь о поголовном скрининге, о поголовном проведении колоноскопии у людей старше 75 лет как рутина. Вот, наверное, это действительно то, что не должно быть. Вот здесь показано, что это не приносит пользу в целом. Но это не исключает индивидуального подхода. Так ведь? Да. Особенно в случае, если у пациента есть красные флаги, анемия, снижение массы тела, тогда, конечно, ищем. Да, безусловно. То есть, когда есть жалобы и подозрения, да, это совсем другая история. Здесь мы говорили о скрининге, чтобы никто не понял, что здесь идёт дискриминация по возрасту с точки зрения лечения. Да. Ни в коем случае мы, наоборот, отстаиваем, что лечить надо всех в любом возрасте и самыми современными технологиями. И вот, пожалуйста, ещё одно доказательство того, что не надо никогда опускать руки, потому что данная публикация – это связь между здоровым образом жизни и ухудшением памяти у пожилых людей. Десятилетнее популяционное проспективное когортное исследование. Здесь вот были взяты пациенты, в том числе с наличием аллеля АПОЕ4, так называемый, который значительно повышает вероятность болезни Альцгеймера. И вот, что действительно, можем ли мы побороть наш генотип, нашу генетическую предрасположенность? Что и показало это исследование, Ксения Алексеевна? Это очень интересное китайское исследование. В 2009 году было проведено генотипирование популяции старше 60 лет, и в 2019 году они уже провели исследование. АПОЕ вообще считается такой крайней… Ну, вообще группа аллелей АПОЕ, в том числе АПОЕ4, считается такой плохой аллелей в жизни человека. Она ассоциирована с риском как сердечно-сосудистых заболеваний, так и когнитивных нарушений. И здесь было показано, что если человек, соблюдая здоровый образ жизни, занимается спортом, правильное питание, отказ от курения, алкоголя, у него риски снижения когнитивных функций гораздо ниже, чем у тех людей, которые с теми же генотипом, но ведут не самый здоровый образ жизни. Это ещё раз говорит о том, что вот это вот наше поведение, оно играет не менее важную роль, чем те гены, которые нам даны от рождения. И зачастую мы можем их перебороть именно, скорее всего, за счёт вот этих эпигенетических факторов. Ну да, то есть мы сейчас уже понимаем, что да, есть гены, есть наследственность, но есть ещё и другой момент, как реализуются эти гены, как они экспрессируются. И вот тут, оказывается, всё зависит от нас. И сегодня мы, да, действительно, и в наших передачах мы неоднократно это обсуждали, что мы не можем излечить болезнь Альцгеймера, например. Но сегодня мы знаем достаточно о том, чтобы понимать, что является фактором болезни Альцгеймера, что является антифактором болезни Альцгеймера, и как предотвратить болезнь Альцгеймера, или, по крайней мере, существенно её отодвинуть. Поэтому это, мне кажется, исследование, ну просто вот очень ярко показывает, что мы не просто можем предотвратить у многих, мы можем предотвратить у тех, у кого есть наследственная предрасположенность к болезни Альцгеймера. Поэтому, уважаемые коллеги, всё в наших руках, и это исследование, конечно, вселяет оптимизм. Хочу вам напомнить, что это десятилетнее наблюдение. Ну, дорогие друзья, на этом сегодня наши новости исчерпаны. Я надеюсь, что наш выпуск был интересным. Благодарим вас за внимание и до следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok